Для того, чтобы тест пружинения провести, нам нужно ввести крестец в нутацию и проверить, как он возвращается в нутацию. Для этого нужно поставить основание ладони на основании крестца выше S2, потому что механическая ось проходит по S2. Если поставим руку как-нибудь не так, не получим правильного этого движения. Поставили, предложили крестцу пойти в нутацию и послушали, как он возвращается. Здесь даже видно, что крестец хорошо смещается в афлексию или нутацию и хорошо возвращается назад. Если этого движения не будет, вы почувствуете плотность, вы почувствуете жесткость, и вы не получите сместить крестец, я задаю ему вектор под 45 градусов в стол, так как стоит мое предплечье. Если крестец будет находиться в контр-нутации, мне не получится это сделать. И это первое. Второе. Нам нужны будут борозды и нам нужны будут нижние латеральные углы крестца. Что такое борозды? Это вот эти места, которые мы будем искать для того, чтобы понять, как находится основание крестца с правой и с ледой стороны. Нам нужна будет глубина этих борозок. То есть мы, если совсем непонятно, где и пациент крупный, мы найдем ЗВПО и сместимся чуть медиальнее и вверх. И пальчики наши попадут в скорость. Значит, будем ориентироваться на глубину. Нам будет интересно, какая борозка глубже, правая или левая. Нижние латеральные углы крестца. Вот они. Они будут подсказывать нам точно так же положение крестца. Правый и левый. Нам нужно будет смотреть, какой из них краниальнее, какой кул дальнее. И дорозо-вентральное направление. То есть какой глубже, какой борщ выступает к нам. Какой дорозальнее. Смотрим. Можно большими пальчиками. Если непонятно, можно поставить три пальчика. Раз. Слева от вас или от меня? От вас. Так. И дальше смотрим на нижние латеральные углы. Чтобы нижние латеральные углы найти, находим крестцово-копчиковое сочленение. И входим чуть латеральнее. Смотрим кранио-каул дальнее смещение. Когда пальчики стоят вот таким образом, я вижу, какой уголочек кул дальнее, какой корняльнее. Левый от меня или от вас? Да, мне кажется, наоборот. Если я поставлю пальчики вот таким образом, я смогу посмотреть дорозо-вентральное смещение. Хотите сами пальчики? Правый кул дальнее. Еще разочек борозды. Очень важно не перепутать борозды крестца с бороздками чуть лише, которые будут в положении L5. Потому что, как правило, L5 находится в противоположной позиции относительно крестца. Потому что он старается адаптироваться. Поэтому, ну, можете посмещать пальчики, поискать. Просто если вы поставите пальцы сюда сразу, то вы изначально поставите крестку неправильный диагноз. Поэтому вот они. Продолжение следует... Продолжение следует...